всем привет с вами снова барин и сегодня я хотел показать свою коллекцию игр для консоли sony playstation порта был или psp как она известном народе и конечно хотелось бы начать самой соответственно консоли то есть меня это получается соответственно модель и 1008 белая то есть это вот насколько он по моему самая последняя модель psp на если не ошибаюсь по моем 2011 году и выходила то есть уже под самый закат то есть отличается она удолченную кум корпусом и полным отсутствием вай-фая вот то есть вера и правда мне служит уже соответственно 8 лет вот одно время я очень честно говоря часто на ней играл у меня кучу игр скажем так в цифре на ней именно есть и соответственно получается как бы которые в принципе официально покупал playstation network и то есть тут игра от 1 playstation которых не подходит и соответственно специально для нее сделаны вот есть только конечно одно исключение это на самом деле почему-то вот что metal gear solid что соответственно метр гир solid special mission у меня почему-то нормально не работают на ней вот не знаю чем это связано то есть на playstation 3 они абсолютно нормально запускается здесь что-то они как-то плохо работают и есть некоторые соответственно проблему эксклюзивную соответственно вот как раз таки и далее вот этом ритмейшин на некоторых миссиях там с фразами юнитов вот все остальное конечно работает безукоризненно вот но конечно хотелось бы показать все таки игры вот и такая первая игра сегодня это конечно и диана джонсон заставку в kings то есть это такое уже насколько я помню более позднее ее издание но за тут с мануалом притом версия для пи спи она достаточно сильно отличалась от версии для соответственно вии и playstation 2 можно сказать вообще разные игры были хотя и с одним и тем же сюжетом вот значит lego star wars за оригинал а 3 ладжи то есть к сожалению игра у меня есть только на пи спи вот здесь кстати уже эти плате но мы все-таки здесь именно называется цветной мануал что в принципе прошел я не один раз с удовольствием это соответственно indiana джонс and original adventure вот так она выглядит то есть это оригинальная сколько издание какие не переиздания соответственно вот ее мануал здесь даже реклама как раз таки переиздание соответственно дивизии всех фильмов там со всякими дополнительными материалами видимо там честь выхода четвертой части потому что что соответственно эта игра что соответственно как раз таки застав of kings они делались в принципе вот как раз таки хайпе четвертой части фильма сален хилл оригинс вот к сожалению он у меня без мануала вот но тем не менее здесь вот какая есть интересная деталь есть вот такой вот разворот джонс написано вот и здесь же у меня соответственно валяется диск жили не без коробки это соответственно рататуй раз по мотивам пиксаровского мультфильма вот спасибо в принципе могу сказать только одному из своих скажем так подписчиков дмитрию который мне этот диск подарил вот значит сален хилл сеттет мэморис вот этот диск я уже купал именно новый то есть он меня с мануалом полноценным идет вот значит ган шутдаун вот здесь конечно есть такая особенность что игру очень сильно у джимали подписки то есть тут ну графика какая-то такая даже бы сказал средний между playstation 1 и playstation 2 вот но есть какое одно так скажем отличие глобальное вот здесь все-таки добавлены кучу новых оружий включая мины и соответственно дополнительные миссии вот которых не было так скажем на всех остальных платформах то есть там на пк playstation 2 xbox origins xbox 360 вот то есть первый раз насколько помню ган я прошел именно на пиеспи тут потом уже на пк на playstation 2 вообще честно говоря игра очень замечательно часто люблю ее что называется переигрывать выглядит вот такой вот у меня комплект есть в принципе нечто подобное уже показывал на playstation 2 вот но здесь на пиеспи то есть вот все эти тумрайдеры что выходили то есть anniversary и легенд вот ну и соответственно где-то там у них есть еще пометка также что они по-моему не для продажи отдельно вот это получается у нас legend вот здесь так даже еще подневник на рекорд стилизован он кстати тоже вот интересно сделан видимо идею взяли с indiana jones empire стомп и вот да здесь есть вот такая картиночка еще и тогда это такое был мягкий такой перезапуск соответственно у нас anniversary то есть это ремейк первой части в честь ее десятилетия вообще десятилетия серии здесь сожалению же картинки такой нету новых мануал он такой на самом деле самый обычный единство что он цветной опять же принципе такая вещь не сказал что часто я также есть принц персии получается то есть вот тут два и буквально в принципе там три игры конечно был на пиеспи если погода забытые пески временем или сделка судьбой как у нас ее а тело соответственно перевела страны конечно что на пиеспи пески время не упустили самую первую часть то есть пески времени но получается именно так скажем в этой трилогии вот но как бы в общем все таки два мяча то есть это у нас получается два трона на самом деле вот это вот игра на пиеспи почему-то она именно так называлась как два мяча поэтому здесь сама что как-то интересно они так вот вот это я в таком плате нам стиле сделано есть такая пометочка что они для продажи отдельно по которой как бы так скажем рассказывал так значит следующие соответственно это вот такой я ipad и на какой-то распродаже помолвки купил где-то так не знаю рублей чуть ли не за 80 в данном случае меня здесь больше конечно интересовало такой аспект что здесь кроме самого диска еще соответственно шла камера для пиеспи то есть она у для этой игры как бы важно честно говоря у меня больше кроме яйп это других игр нету который бы камеру как-то вот эту поддерживали вот эту платформу чтобы его соответственно этой камеры сканировать это соответственно сам вот его мануал с патронописанием как там что сделать вот в принципе такая задумка на тот момент я считаю достаточно интересно было вот и вот здесь соответственно у него идет вот такая коробочка где в принципе должна была быть вот сама вот эта камера с инструкцией просто у меня так скажем два вот этих я и пэта честно говоря вот одну камеру я уже на себе на пиеспи поставил вот что я и пэта допустим приключения вот от него камеры я уже использовал что там в принципе когда вот эти игры выходили они достаточно дорогими были вот то есть вот здесь например не видите камеры уже нету я и потому что уже на своих и спи одел вот и соответственно дальше вот есть вот такая у меня играет jack and dexter lost frontier насколько я помню мы делали ее не уже не наути док там насколько помню две игры было вот dexter и как раз таки вот эта игра dexter видимо я покажу каких-нибудь более следующих выпусках в сожалению он меня без мануала вот но пока так особо в него не играл просто включил соответственно побегал в принципе игра который меня давно интересовало и так скажем который хотел в коллекции это вот alliance vs predator requiem то есть игра по мотивам именно фильма то есть скажем так надо пожалуй единственная из всей линейки как раз таки именно игр чужие против хищника которая была сделана именно по фильму потому что обычно у всех у них был какой-то свой сюжет вот здесь даже есть честно говоря мануал вот принципе потому что загаси и напомню мне так этот не очень понравился по сравнению с первой частью вот но тем менее вот игра на самом деле так даже поигра в нее про пока не прошел показалось достаточно интересный вот такой-то сука либо эксклюзивный для psp broken destiny даже кстати русский субтитры содержал насколько я помню вот здесь как раз таки эксклюзивно поскольку у нас эксклюзив а сул калибр всегда славился гостевыми персонажами у нас есть кратос из игры готова так скажем тут принципе основные по персонажи серии где-то четвертой части включительно представлены resistance соответственно потребуйте он вот такая вот игра есть значит ну все-таки с сравнению с играми с playstation 3 которые были все как бы шутерами на первого лица вот тут все-таки он такого от третьего лица сделан в принципе так совсем чуть-чуть в нее погонял вот у меня просто было интересно конечно всю линейку resistance забить потому что все-таки это игровая серия мне очень понравилось особенно третья ее часть вот конечно from russia with love то есть эта игра про джеймса бонда с участием шума коннери то есть он разрешил использовать свою внешность и более того сам себя озвучил к сожалению в прошлом году шон коннери умер возрасте соответственно 90 лет вот здесь на самом деле вот эта версия чем она скажем так отмечательно она достаточно сильно урезана то есть у нас все пока точные уровни на астон-мартин вырезаны из этой игры некоторые миссии так скажем вырезаны вот кое-где кое-что упрощено в принципе спокойно кстати сзади нее прошел вот значит мотор что марки кэйдж насколько я помню это вот был кстати эксклюзивный мотор что если ничего не путаю сравнению с остальными играми которые у нас выходили для playstation 3 соответственно в таких экстремальных так скажем условиях полярных даже кстати там достаточно далеко в нее прошел потому что она меня была в цифре хотел просто ей на себе на физическом носителе вот такая вот игра у меня есть майкл джексона за экспириенс насколько помпомню после смерти джексона уже выходила тут все его знаковые песни начиная с обзывала заканчивает по моему если не ошибаюсь то ли христа это ли дэнджеросом каким-то из этих альбомов но вот я помню что я ее кстати полностью всю прошел то есть на всех уровнях сложности открыл соответственно все эти самые какого все это так называемый музей где есть куча кстати интересной информации по поводу творчество джексона эту допустим как писались а какие-то его песни или там допустим что использовала съемках его клипов и тому подобная вещь то есть такая игра насколько я помню было еще на playstation 3 но требовала кстати playstation в котором меня нету поэтому я ее пока как бы не брал том клэнси and war то есть такой достаточно бы сказал редкий жанр для пи спи это именно стратегия насколько о ком по моему вот тут она пошаговая сравнению с со старшими версиями а то что было именно на пика на playstation 3 на xbox 360 вот то есть нет по словам больше было интересно взять ее из-за того что на стратегия за год фазер вот но как в случае соответственно с как раз таки from rush of love вот эта игра она очень сильно урезанная то есть из нее в общем-то вырезали все автомобили имеется ввиду то есть нету никаких пока тучных миссий вот плюс ко всему насколько я помню редактор персонажа убран то есть у нас мы не можем собственно своего собственного персонажа как бы создать то есть какой он у нас есть такой соответственно будет вот ну и соответственно сколько помню какие-то миссии по моему отсутствовали вот но честно говоря всех год фазеров я прошел только вот этот пи спичный то что на playstation 2 у меня он тоже есть но пока его не прошел данте с инферно то есть это такой был ответ я соответственно с униска могут увару вот в принципе как раз таки мне вот игра даже понравилось но прошел я в принципе опять же на пи спи хотя само что интересно то есть на пи спи она кстати сколько знаю более тоже упрощенная и вроде бы даже частично урезанная вот покраймер не знаю как на пи спи вот с каким-то большими что ли удовольствием не играл чем на playstation 3 вот так в принципе неплохой вариант это соответственно spice invaders extreme то есть это насколько я помню понимаю точнее ремейк классической вот такого аркадной игры spice invaders вот какая-то этот карточка есть регистрационная самого соответственно мануал вот у кстати да почему вы тоже достоинца цветной вот ну то что запускал поиграл чуть-чуть принципе пока так не углублялся потом вот такой вот did you what did i do to the server with my lord вторая часть то есть это тоже стратегия но в таком немножко пиксельном стиле в принципе наверно больше похоже на такие вот игры времен мегадрайва и соответственно super nintendo так что так от времени он меня сохся хотя вроде как новую и совсем покупал вот в принципе вещь на самом деле забавно но опять же в нее не углублялся старого уши он это вот такое скажем так g rpg в стилистике вот какому-нибудь не знаю там даже она ближе к фэнтези стар каким-то может ранним частям она будет в принципе в первую часть я так бы не сказал что очень играл вот но больше вот в свое время заигрывался во вторую то есть которую туда смет под заголовок second evolution а первого у нас получается first the party вот в принципе ну честно говоря не особо сильно вникал там сюжет здесь кстати само что интересно во второй части кстати мануал гораздо толще кстати вот он цветной даже вот такой вот интересного содержание есть подробно расписано вот тоже помню какой-то распродажи их за копейки взял есть вот соответственно final fantasy 7 crazy скоро это насколько я помню приквел по моему к седьмой части final fantasy вот принципе это мне конечно дима бубнов подарил один из моих подписчиков привет дима если смотришь вот в принципе на самом деле кстати достаточно занятная вещь то есть даже там куда-то очень далеко залез но на каком-то из боссов застрял вот со времен помню что очень много в нее играл deadhead fred такая тоже забавная игра такой стилистики всяких таких трешовых фантастических фильмов 50-х годов американских вот где такая была фишка что главный герой этот фред может менять свои головы которые ему дают уникальные способности в принципе всем таким любителям треша особенно такого вот ну в хорошем смысле этого слова типа соответственно какой-нибудь там ставьте зомби и так далее вот это я думаю очень понравится вот every body tennis тушку пилова там за какие-то сущие копейки вот даже кстати здесь что интересно есть вот такой вот разворот со всеми персонажами вот в принципе даже кстати так достаточно прилично в него поиграл даже такую докуда вот там достаточно далеко дошел сейчас после переспи конечно я редко играю вот а раньше очень часто любил дороге играть к стал вания с дракулы x хрониклс то есть это у нас ремейк к стал вания рунда в блат который у нас было эксклюзивно только соответственно для такой интересный японии притом а для турбографикс сиди она там 93 году выходила здесь значит получается что есть то есть есть ее как бы английская версия грубо говоря и то есть вот этого ремейка есть оригинал английской версии соответственно к стал вания получается у нас этот спаде symphony of the night тоже тут разблокируется потому что она прямой и оси хвал и конечно последняя игра на сегодня это в аэрис и прочее толком почти в нее не играл так что сказать мне собственно ничего и здесь у меня как раз пьес 2010 таким так и за экшен и таким 6 то есть таким так и за экшен это у нас тот же самый таким 5 только без режима текен форс и соответственно с более большим количеством бойцов там вот есть как раз или драгунов насколько я помню вот кто сюда были добавлены вот и конечно вот таким 6 то здесь опять же нету режима на прохождение то есть таким форса вот и старшей версии но зато вот сразу открыты все бойцы то есть не надо их открывать вот принципе что называется дальше соответственно у меня идет вот а motor combat on change то есть такой чистый спешной motor combat то есть это вот именно скажем так десепшен перенесенный соответственно пиздец вот вот каким отличие то есть во первых есть некоторые бойцы из для для альянс вести за то игры соответственно плюс ко всему все бойцы сразу открыта то есть не надо проходить конкурса чтобы их открыть честно говоря вот в этой игре что соответственно здесь что в dragon меня всегда честно говоря удручал у что надо заучивать вот эти комбинации там кучат этих всех комбинаций на до всех их как бы там заучить, чтобы пройти дальше. То есть я хочу там побегать, допустим, повыполнять квесты в этом RPG-режиме. Вот. А мне этого сделать не дают. Значит, вот такой сборник, то есть это Midway Arcade Treasures Extended Play. То есть тут эти аркадные версии игр компании Midway. Но, честно говоря, брал я его главным образом за то, что здесь есть первый, второй, третий Motor Combat, то есть именно их аркадные версии. Вот. Самое, что интересно, подобные сборники аж в трех частях выходили на консоли шестого поколения. Вот. Но там почему-то на втором сборнике был только Motor Combo 2 и Motor Combo 3, то есть даже не соответственно, допустим, третий ультимейт. Первого там почему-то не было. Вот. И только в PSP-версии нагадались добавить первую часть. Ну, собственно, вот такая вот, может, кто знает, игры викторины бас. Это, насколько я помню, эксклюзивы PlayStation. То есть они еще появились с временом PlayStation 2, то есть были на PlayStation 3, точно помню. Вот. И были некоторые игры на PSP, то есть купил на какой-то распродаже здесь, значит, соответственно, в данном случае это конкретно викторина посвящена музыке, но несмотря на то, что здесь у нас все локализовано, то есть она у нас полностью, номер сюда, мануалы, описание, все локализовано. Сама игра полностью на английском языке. В принципе, так в нее поиграл, даже где-то ее проходил. Очень много, кстати, интересных фактов из истории музыки, что называется, узнал. Вот. Ну, конечно, GTA Liberty City Stories, то есть White City Stories мне, к сожалению, нету, то есть есть их версии уже для PlayStation 2, что называется. Вот. Ну, вот Liberty City я себе все-таки взял. Тут еще вот именно что мануал, интересно, был стилизован под газету как раз-таки Liberty City, в том числе и объяснялось, почему, допустим, в третьем GTA не было мотоциклов. Здесь, потому что, ну, скажем так, у нас впервые в серии именно в 3D GTA мотоциклы появились как раз-таки в White City. Вот. А, по идее, Liberty City Stories у нас приквел, который происходит за 3 года до событий GTA 3-го. Вот. Здесь тогда вот так разработчики решили выкрутиться, что какой-то там местный мэр в предбубленной компании обещал, что если его переизберут, насколько я помню, он, значит, мотоциклы запретит. Вот. То есть вот здесь как раз-таки карта Liberty City. Вот пометка, что 98-й год. Вот. Ну и, конечно, вот такой у нас разворот. Obscure The Aftermath. Вот. Это у нас, потому что интересно, именно вторая часть Obscure. вторая. То есть она вот именно с таким подзаголовком выходила на PSP. то есть первую я уже показывал в этот как раз-таки в коллекции своих игр для PlayStation 2. То есть она, кстати, еще самое, что интересно, у нас получила официальную локализацию от 1S. Кстати, одна из немногих игр полностью локализованных для PlayStation 2. Вот. К сожалению, вот эта версия для PSP не локализованная. Ну, это, кстати, оригинальное именно издание. То есть не какие-то переиздания. Вот. Но, честно говоря, вторая часть мне понравилась меньше, чем первая, потому что здесь все-таки она более такая линейная, менее вариативная, в принципе. и... То есть тут от игрока ничего не зависит. То есть он не может, допустим, спасти всех героев, как это вот было в первой части. Как раз-таки Kingdom Heart Birth by Sleep. То есть, насколько я помню, приквел к первому самому Kingdom Heart. А я, кстати, Kingdom Heart очень сильно люблю вот эту серию игр. Пожел, наверное, такой единственный GRPG, который полноценно мне вот так нравится. То есть, со временем, в первую часть очень много заигрывался, вот купил даже. То есть она месть на PlayStation 2, я купил себе даже ее вот этот HD переиздание для PlayStation 3. Вот как раз-таки так вот потихонечку, в принципе, почти всю линейку эту собрал. Почти всех игр, кроме только, ну, тех, что были, конечно, на 3DS Nintendo и третьей части у меня нет. Вот. Значит, формула-1 2009, то есть на какой-то распродаже, честно говоря, эту вот гоночку взял. То есть ничего, в принципе, при нее определенного сказать не могу. Ну, то есть, в принципе, гонг как гонг. Вот. Assassin's Creed, соответственно, Bloodlines, то есть она была полностью на русском языке. Это, кстати, свой эксклюзивный ассасин для PSP, который, кстати, не получил никакого переиздания. То есть, например, то же самое Liberation Suite переиздание получило свое вот это HD для всех там актуальных консолей. Вроде там PlayStation 3, этого там PlayStation 4, там, соответственно, Xbox'ов. Вот. А вот это так и оставался эксклюзивным. Насколько я помню, там его как-то можно было PSP синхронизировать с PlayStation 3. И во втором, если был диск еще со вторым ассасином на PlayStation 3, там какие-то можно было дополнительные предметы активировать. Ну, тем не менее, вот, кстати, прошел ее два раза. То есть, это, кстати, сложно сказать, наверное, одна из частей вот ассасина, которая мне больше всего понравилась, потому что проходил, грубо говоря, пока я только ее третьего и четвертого ассасина. Тенчо Shadow Assassins. Вот. Это такая вот серия игр у нас про, соответственно, вот этого ниндзю. Вот. Ну, честно говоря, особо я с ней не знакома, то есть, грубо говоря, кроме вот этой игры, в принципе, больше особо ни во что не играл. Притом, где-то я помню, там даже достаточно далеко в нее зашел, но очень давно играл. Вот. Значит, вот такая игра это Sid Meier's Piratus, то есть, она, насколько я помню, что, по-моему, в 80-е годы выходила самая первая версия, потом для Sega Mega Drive был, так называемый, Piratus Gold, то есть, ее как бы ремейк, это уже вот третий, получается, ремейк, он, по-моему, был 2004 или 2005 года. Вот, кстати, надо признаться, что отечественная серия Корсары, она во многом по постулатам этой игры базируется. Вот. Ну, честно говоря, что-то я в ней не очень разобрался, как играть. То есть, вот у меня пока лежит, надеюсь, как-нибудь потом ее все-таки пройду. Ну, игра, которую я, скажем так, купил, за 50 рублей. И какой, соответственно, фильм, такая игра, в общем, далеко друг от друга. Они не ушли, то есть, как бы, даже как вот убивалка времени, не знаю, мне вот она сейчас такая жутко не понравилась. Вы все знаете, что я очень плохо отношусь к фильмам, так сказать, с позволения сказать, Майкла Бэй о трансформерах. Вот. Ну, конечно, единственный, по-моему, плюс в этой игре, что есть две компании, автоботов и десептиконов. Вот. Хотя, в принципе, смотря вару в Кибертон Трилоджи, допустим, да, тот же самый, то есть там Battle for the Kiberthron, Fall of the Kiberthron, там, ну, третья игра, там уже от других была разработчиков, вот, ну, это, да, даже тот же самый Devastation, по матьям, классического мультсериала. Ну, это, конечно, на фоне них, этот, игра, мягко выражаясь, никакая. Но, как раз таки, Декстер, то есть, вот, пожалуй, наверное, кроме третьей части Джек и Декстер, это, вот, игра из этой линейки, в которой я дольше всего пока прошел, вот, значит, хотя до конца ее не прошел, и здесь именно такой спин-офф, рассказывающий, что происходило между первой и второй частью, вот, и здесь мы играем конкретно только, как бы, за одного Декстера, вот, в принципе, игра, на самом деле, достаточно занятна, хотя ее уже делали не на Ути-Док, медиевэл резурекшн, то есть, это у нас получается, кстати, этот самый ремейк первой части, то есть, у нас был ремейк на PSP, потом был ремейк на PlayStation 4, вот, но здесь, что интересно, то есть, она у нас получается с таким, некими обновлениями, то есть, есть, допустим, локации, которых не было в оригинальной игре, то есть, персонажей, которых не было, допустим, в оригинальной игре, то есть, тот же самый, там, я не помню, кто у нее, то ли жук, то ли червяк, который как раз-таки в черепушке у сэра, соответственно, Дэниэла, в фортерскею жил, вот, и всякие ему ценные советы давал с каким-то таким очень интересным восточноевропейским акцентом, но насколько я мог понять, вот, тоже очень далеко мне зашел, но так и не прошел, то есть, Killzone освобождение, то есть, это у нас, кстати, этот самый, как раз-таки, такой получается спин-офф серии Killzone, и, кстати, именно она сделана с видом сверху, вот здесь, кстати, мы играем за героя первой части, вот, ну, конечно, вот они у нас Gotovari, то есть, это призак спарта, госу спарта, и, соответственно, Чейншев Олимпус, то есть, оба их прошел с большим удовольствием, то есть, госу спарта даже, соответственно, на русском языке у нас полностью, вот, в принципе, можно сказать, одни, наверное, из лучших игр на PSP, вот, хотя, госу спарта такой, достаточно коротенький, вот, но если что, эти игры, они переиздавались для PlayStation 3, то есть, был такой, этот сборник, сборник, так называемый, как у товара HD Collection, то есть, первая-вторая часть, грубо говоря, на первой, там первая-вторая часть PlayStation 2 были, извиняюсь за эту автологию, а на втором, как раз, вот эти две PSP-шных игры, вот, значит, тут вот у меня целая коллекция этих нитфоспидов, то есть, не знаю, видимо, вообще все, которые для PSP выходили, то есть, это вот, соответственно, Revals, например, то есть, вот так он выглядит, ProStreet, кстати, насколько я помню, даже, по-моему, большая часть их на русском языке, потому что, все-таки, Electronic Arts хотя бы, либо старались свои игры снабжать русскими мануалами, либо хотя бы их локализовать, что называется, уровнем либо субтитров, либо полной локализации, вот, Shift, нефоспид, кстати, вот у него, пожалуй, наверное, из всех этих нефоспидов дольше всего играл, вот так он выглядит, низфоспид, карбон, а он за сити, значит, этот самый у нас получается, как раз таки, most wanted, как раз таки, вот, и, соответственно, undercover, вот, наверное, наравне с, как раз таки, с shift, я в него, тоже больше всех играл, кстати, полностью, локализованный, вот, но, честно говоря, не знаю, чем у нас старшая версия, отличается, потому что, насколько, а помпам, вот, undercover, выходил вообще на, на тот момент, на всем, чем только можно, то есть, на всех актуальных платформах, значит, есть у меня, вот, получается, еще две игры по, звездным войнам, но уже не леговские, и это значит, battlefront, renegade, renegade, то есть, честно говоря, в него немного поиграл, потому что же купил на какой-то его распродаже, он, кстати, стоил какие-то сущие копейки, абсолютно, кстати, притом новый, вот, но, честно говоря, не особо там прошелся, то есть, вот, а, соответственно, The Force Unleashed, как раз таки, вот, я прошел с большим удовольствием, насколько я знаю, он даже, по-моему, по сравнению с версией V и PlayStation 2, еще какие-то дополнительные миссии содержал, которых там не было, вот, ну, не говоря уже там о старшей версии, вот, ну, честно говоря, то есть, насчет PlayStation 2, EV, там четко, конечно, уверенности у меня нету, вот, здесь, конечно, понятное дело, графика по вырезанию, чем там, вот, но помню, что и на PlayStation 3, вот здесь на PSP, с большим удовольствием, эту игру проходил, вот, значит, получается, Secret Agent Clank, это вот играя серия Ratchet & Clank, в данном случае, она здесь кланку посвящена, вот, ясно, что, с Кукупом, там, по-моему, две или три игры был на PSP, вот, одна из них у меня в цифре есть, я уже, сейчас, название забыл, а вот Agent Clank, Agent Clank, я, соответственно, себе купил, благодаря, вот, как раз таки Артуру из магазина PlayUDT, но, само, что как бы интересно, здесь, насколько я помню, есть такие отсылочки на Бондиану, парадильные, вот, ну, грубо говоря, все три игры, по пиратам Карибского моря, которые были на PSP, то есть, первый у нас был сундук мертвеца, вот, он, кстати, насколько я помню, был эксклюзивный для PSP, потому что там была версия для Nintendo DS, но там она совсем была, другая игра, вот, то есть, здесь даже, кстати, был мультиплеер, но, поскольку у меня на PSP просто нет Wi-Fi, то есть, я его, скажем так, оценить не смогу, наверняка, там уже и серваки все отключены много лет назад, вот, тем не менее, скажем так, игрушка не зашла, то есть, даже было ее издание с русским мануалом, но, к сожалению, сама она не на русском языке, то есть, есть потом «Пираты Карибского моря» на краю света, то есть, сюжетно он охватывает как раз-таки два фильма франшизы, то есть, это «Сундук мертвеца» и как раз-таки «На краю света», поскольку, ну, сюжетно они между собой были связаны, вот, вот здесь на PSP, его, кстати, полностью перевели на русский язык, вот, то есть, как он был, допустим, на ПК локализован, вот на PSP, не знаю, как там, соответственно, было дела с как раз-таки PlayStation 2 версии, то есть, была ли у нее вообще русская локализация, тут я ничего сказать не могу, но, значит, самое, что как бы интересно, здесь именно озвучивали ее актеры русского дубляжа, вот, всех персонажей, потому что, насколько я помню, игра все-таки такая, ну, по крайней мере, младшая версия, которая была на ПК, там, Wii, PSP, PlayStation 2, там озвучивали актеры-пародисты в оригинале, которые умели просто имитировать голоса актеров, кто играл в фильме, вот, а у нас актеры именно дубляжа, и, конечно, Пираты Карибского моря, то есть, это вот, LEGO-версия, по мотивам четырех частей франшизы, вот, но самое, что как бы интересно, то есть, они здесь как бы, как бы так даже, это лучше сказать, особая своя такая вот версия была, то есть, то, что выходил там на PlayStation 3, Xbox 360 и ПК, вот, оно на самом деле от этого отличается, плюс ко всему, здесь все-таки по сравнению с другими LEGO-играми, типа LEGO там Star Wars, которые у меня, допустим, есть там, по предыдущему выпуску, вы явно знакомы, то есть, допустим, Regional Trilogy, или там LEGO Indiana Jones, The Regional Adventure, вот, здесь все-таки графику как бы улучшили, но путем урезания, то есть, из каждого эпизода по одному уровню вырезано, что, кстати, да, здесь такое, местами даже восприятие мешает, то есть, пересказу именно событий фильма, вот, плюс ко всему, вот эта игра, она уже затачивалась под PSP-E1008, который уже Wi-Fi не содержал, поэтому здесь, как бы, мы одним персонажем, грубо говоря, бегаем, и мы просто переключаем его по ходу игры на нужного нам, вот, то есть, конечно, история игрушек, большой побег, вот, не знаю, как в оригинале, но, соответственно, здесь, опять же, в русской версии, на PSP, она, кстати, полностью на русском языке, всех персонажей, кстати, озвучивали, как раз таки, актеры русского дубляжа со студии Нева, вот, значит, в принципе, такая же фактически она, как и версия для PlayStation 2, с одними только оговорками, что, соответственно, некоторые вот режимы, допустим, игры, там, вроде как, Родео Вуди, или там, допустим, за базой Лайтера этот, отдельные эпизоды его, вот, и эти миссии нужно было докупать через PlayStation Network, то есть, то время как в PlayStation 2 версии, они уж там были по умолчанию, здесь просто они не все доступны, вот, но все основные уровни по сюжету, которые у нас есть, они здесь все присутствуют, в принципе, графику на самом деле не так сильно урезали, вот, то есть, конечно, есть вот такая игра про Хану Монтану, она тоже полностью на русском языке локализована, то есть, сложно сказать, зачем я ее купил, вот, за 80 рублей, наверное, или там за 50, я не помню, сколько она там стоила, абсолютно новая, но, как мне было бы не стыдно этого признавать, я даже ее прошел, вот, то есть, игра по мотивам как раз-таки тачек, вот, самое, что интересно, она на английском языке, но здесь, соответственно, у нас догадались перевести как раз-таки мануал, и само к ней, значит, получается описание, все, вот такая вот у нас картинка, где Маквин с метром, вот, то есть, ртатуй, то есть, в прошлый раз я показывал, что у меня есть просто диск, но вот, есть еще и полнокомплектная версия, то есть, уже, например, такой облезший немного коробкой, вот, то есть, в принципе, не знаю, мне вот эта игра, на самом деле, нравится, то есть, чувствуется, что ее так, не просто ради халтуры сделали, достаточно такой, я бы сказал, занимательный платформер, ну, вот, Ice Combat, Jane Assault, то есть, вот такой у меня, получается, играть в коллекции, но, честно говоря, я их, по-моему, просто запускал, то есть, даже не помню, на русском ли языке она, или так, у нас перевели, соответственно, сами обложки с мануалами, вот, то есть, вообще, даже не помню, честно говоря, как она там особо выглядит, Metal Gear Raced, такой слой, эксклюзивный, один из Metal Gear'ов, для PSP, но, честно говоря, в него особо много не играл, ну, вот, но помню, что там какая-то такая вот, пошаговая система, какие-то они вот RPG напоминает, ну, вот, POREST FORCE, то есть, вот такая игра, которая меня, именно в свое время, поразила, тем, что, не знаю, чем-то она на GTA похожа, но тут есть какой момент, интересно, то есть, можно было прям на ходу, соответственно, идти, угонять машину, то есть, там, допустим, перепрыгивать с одной на другую, там, значит, всех этих самых, врагов, что называется, крошить, и, значит, транспортное средство захватывать, ну, вот, но, то что-то, как бы, как-то, руки мне не дошли, нормально в нее поиграть, значит, последняя на сегодняшний день, игра из серии Siphon Filter, это с, Logan's Shadow, она была у нас на PlayStation 1, там, три части трилогии, вот, и четвертая игра серии, она вышла у нас, получается, на, как раз-таки, PSP, и как-то на этом все закончилось, вот, честно, не особо я в нее как-то играл, даже не могу вспомнить, вот откуда она у меня взялась, то ли новая она у меня была, на какую-то распродажу, я ее взял, то ли уже был, вот, вот, ну и, конечно, свой особый уличный гран-туризма, вот, который был этот, PSP Edition, вот, но, к сожалению, в него тоже не особо сильно-то я поиграл, вот, тем не менее, в коллекции он есть, потому что сейчас, к сожалению, я в основном, когда езжу там на работу, еще куда-нибудь, вот, не так, ну, редко очень на PSP играю, то есть, раньше я вот, ну, наверное, так, лет, может, там, 6 назад, вот, активно на PSP играл, там, кучу игр прошел, то есть, первого PlayStation, вот этих PSP-шных, сейчас, конечно, играю гораздо реже, ну, а на сегодня это все, дорогие друзья, с вами был Барин, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок